За чистотой Ярославля следят не только специалисты, но и школьники. Сейчас в разгаре вторая смена молодежного движения «Яр Отряд». Ребята сегодня приводили в порядок парк 30-летия Победы. За работами наблюдал наш корреспондент Владислав Старожук. Арина Боровкова второй год подряд в молодежном движении «Яр Отряд». В следующем месяце ей исполняется 18, поэтому для нее эта смена последняя. Арина считает, что в «Яр Отряде» она смогла не только заработать свои первые деньги, но и познакомиться с новыми друзьями. Я очень люблю работать, на самом деле. Я не могу сидеть сложа руки, я еще больше от этого устаю, поэтому мне интересно работать, мне интересно работать в команде, участвовать, прикалываться тоже по-своему. Ну и я помогаю городу нашему, я много мусора очищаю, подметаю. Для уборки улиц, парков, скверов и самых посещаемых мест в Ярославле в ход идут не только метлы. Так Горзлинхозстрой предоставляет ребятам бензиновые воздуходувки. Это эффективнее намного, поскольку с такой штукой можно сделать куда больше, чем вся твоя бригада с метлами. Но в некоторых местах она, к сожалению, не спасает ситуацию, там без метел никак. С утра мы прометаем вот, соответственно, этот парк, администрацию и бульвар Дзержинского, а после обеда мы можем прометать все, что угодно. То есть мы уже будем разбросаны по району. Сейчас в разгаре вторая смена яротряда. В рядах юных помощников-коммунальщиков порядка 150 человек. Бригады выходят трудиться каждый рабочий день в 7.30. Работают от 4 до 7 часов в зависимости от возраста подростка. Плюсом работает бригада Ярославль-2000, которая занимается благоустройством клумб и городских вот таких вот парковых объектов, цветников. И работает бригада в городе Юнхострою в тепличном комплексе. Они готовят растения к дальнейшему посадке, занимаются в питомнике с растением. За каждой группой закреплен мастер из город Юнхостроя, который определяет фронт работы. А также есть сотрудник молодежного центра, отвечающий за досуг каждой бригады. В целом за лето через молодежное движение Яротряд пройдет порядка 750 подростков. Владислав Старожук, Василий Мосин. Главные телевизионные новости.